здравствуйте здравствуйте сегодня 23 июня 2016 года канал арт подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии валерий сергея у нас прямой эфир вещаем из саратов с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 499 дней вот вчера мы после эфира обсуждали как будто развиваться события и как говорили вдруг так и случилось то есть вчерашняя трансляция вошла в топ youtube я думаю что теперь будет постоянно особенно на фоне выборов не будет одно про подталкивать другое то есть будет создаваться тот самый резонанс к которому мы стремились а к которым мы вот вчера конкретно говорили мальцев в новенькой рубашки но если рубашка 11 там или какого-то года новенькая то знаешь в новенькой я как-то уже в эфире был на год три может быть два назад в этой рубашке но и это говорит о чем к вопросу о топе youtube о том что в наших с вами силах в общем-то этот вопрос менять топ ютуба формируется из количества лайков из популярности того или иного видео поэтому призываем вас в очередной раз ставить лайки вчера мы в общем-то рекордную сумму в 6000 лайков и поэтому в топе оказался о том и речь о том и речь то здесь непосредственные действия ваши они непосредственно помогают на распространение нашего на материала нашего поддержку нашего проекта очень поддержку нашей общей идеи поэтому каждый из вас прямо сейчас может внести значимый вклад в нашу идею и сделать это очень просто нужно всего лишь поставить лайк и таким образом повысить популярность нашего видео и продвинуть его в очередной раз в топ youtube и я думаю что сегодня мы планку в 6000 лайков должны еще раз подтвердить спрашивают почему прокуратура как работает как пункт приема почты ночью зачем рваться на кого жалуешься того и отправляют но это естественно как как по-другому исполнить по-другому если исполнять над самому работать а нафига и сам работаешь можешь кого-то зацепить обидеть у чайки и его детишек проблемы могут возникнуть нафига это нужно вот тут нам письмо такое прислали здравствуйте прокомментируйте пожалуйста высказывание одного моего знакомого и прямая речь а ты в курсе что этот урод мальцев председатель фонда нансена о как пишет в америку и тут значит говорит гуманитарный фонд нансена это не правительственная некоммерческая организация основана 10 октября 2006 года норвежскими миллиардерами в общем имена я никогда в жизни не прочту не смогу просто при поддержке норвежских российских армянских бизнесменов а как ты думаешь он свои мысли выражает или тех кто и ему платит не нужно мне с предателями родины присылать ролики норвежцы нацелились оттяпать у нас архангельскую область давай не будем в этом помогать заранее благодарен тут значит сразу ну сначала конечно приятель ваш выблюдок кошачий это однозначно это сразу не передайте от мальцева вот второе значит снизу пойдем норвежцы оттяпать архангельскую область чтобы смогли им нужно вначале оттяпать мурманскую область да вместе с кольским совсем полуостровом потом всю карелию которую кстати по мнению вашего ватника хочет оттяпать финляндия так как же они там разберутся а потом только архангельская область то есть и вот пятимиллионной норвегии все-таки наверное даже мурманской области нужно не то что архангельской кроме всего прочего я тоже умею гуглить погуглил и был приятно удивлен что действительно есть некий гуманитарный фонд нансена который создали вот эти норвежцы 10 октября 2006 года но я всегда успеваю быстрее представляешь фонд нансена в саратове прошло учредительное собрание в декабре 2005 года как мне сегодня ильнур подтвердил я когда получил письмо перезвонил спросил а вот зарегистрирован был в начале 2006 года так что как-то я вот успел раньше тех миллиардеров кроме всего прочего у моего фонда нансена который никакого отношения не имеет к норвежскому армянскому или еще какому угодно нет счета мы не получаем никаких денег ни из-за рубежа не из россии ниоткуда мы действуем только за свой счет две деньги берем у себя и отдаем кому-то нуждающимся все мы не пользуемся ничьими деньгами не как передаст и да они не как научим никак то есть нас нет счета никаких денег мы ниоткуда не берем никакого отношения к импортным этим не имеем фондом если бы имели уж давно бы тут голосили все сейчас они проверку фонда ну флагом в руки проводят я угораю весь фонд это одна бумажка такой что есть фонд нансен и все и печать фонд нансена вот цель фонд нансен мы уже рассказывали в саратове это увековещение памяти фритьев и нансен который полтора миллиона наших земляков спас от голодной смерти я думаю цель правильная святая цель ну и кроме всего прочего страждущим и как помогаем я думаю здесь не не а фонде меня спрашивают а спрашивает о том фонде который в норвегии я не знаю какой там в норвегии я с ними не знаком не общался не переписывался удивительная ситуация высочки совпадения некий мальцев пишет антисемитскую статью и и вытаскивает и начинает всем показывать что это вот этот мальцев какой-то другой мальцев написал статью против мусульман да и вы и тут тоже в чехлят но потом слава богу муфтии как люди прилично извиняются говорят извини так вот ошибочка вышла нет вопросов те люди которые случайно ошиблись какие у меня к ним могут быть претензии я я и сам часто ошибаюсь и очень часто и извиняюсь и в этом нет ничего плохого конечно нужно серьезненько как бы относиться к таким вещам но вот товарищ который все смотрел абсолютно серьезно то есть он погуглил нашел какой-то фонд нацены он думает что он в мире один вот такой фонд нансона 1 до или там фонд ленина были на динда дурак и и так же вопрос нам прислали как после 5 11 17 можно провести либерально демократические реформы в республике дагестан с минимальными потерями среди реформаторов не знают сложно представьте себе для того чтобы понять как это сделать нужно знать четко обстановку в республике дагестан лучше всего быть местным жителем там родиться и иметь как бы огромное желание это сделать я думаю что вполне вполне можно это сделать но сейчас весьма сложная ситуация не факт что как бы не возникнут какие-то исламистские силы и так далее то есть тем людям которые стремятся к свободе стремятся к освобождению все-таки над кучковаться как-то объединяться и стремится договариваться между собой тогда можно будет провести реформу но у кавказа есть нюансы во-первых мы все знаем что в дагестане огромное количество народностей да очень много 300 кажется если мне не изменять память представляешь кроме всего прочего ну семейственность и так далее то есть все эти нюансы конечно вот я их не знаю эти нюансы те люди которые этим занимаются кто хочет этим заниматься они должны это знать я думаю что те дагестанцы которые там живут они это знают и могут разработать алгоритм но его сейчас уже нужно разрабатывать потому что все это случится это однозначно случится и чтобы это не было вдруг вот так вот опа случилось да еще дальше а дальше пришли какие-то кренделя вот оттуда откуда-нибудь из-за бугра до дороги легкомоторный самолет под красноярском совершил жесткую посадку бикас это так называемый ну часто они что-то падают но слава бог только ногу повредил пилот вот взрыв на химзаводе в иваново такая стандартная ситуация до химзавод взорвался и ульяновский патронный завод взорвался вчера в казани порох взрывался патроны взрываются в ульяновский как в том фильме а если бы ты вез патроны ну и в очередной раз напомним что на прошлой неделе в пятницу помесь не ошибаюсь очень легко найти в эфире мы говорили о том что путин подписал в этот указ о том что будет проверка резервов военных и в общем-то вы сказали о том что будет какие-то проблемы на складах да то есть будут взрывы на складах буквально в понедельник произошло чипы в астрахани по он да если не ошибаюсь потом в казани теперь в ульяновске да то есть в общем то вот у нас и давайте вспомним я уж не знаю может быть какие-то несущественные которые просто не так сильно в смесь освещаются были конечно аварии наверняка но вот таких крупных аварий но я например за последние два-три месяца не слышал которые были на вот этих складах да на складах и на заводах военных то есть волна пошла в очередной раз да рабочий в петербурге упал в шахту лифта и погиб вот видишь с этими шахтами тоже идет ну много неприятностей как тоже нужно всем этим ростех надзором иметь это в виду вот такой началось ну как какие-то проверки как какие-то даже тут не столько проверка сколько информация должна быть трудно что ли обзвонить сказать вы того что-то ремонтируете делаете перегородить этот шахт чтобы никто не упал дешевле обойдется и я понимаю что трудно рассчитать то что не случилось да вот могло случиться а не случилось это очень трудно рассчитать но в общем цена очень большая человеческая жизнь даже если не случилось одной гибели то это уже значит все сделали правильно и хорошо в казанском автобусе двухлетний малыш получил ожоги ужасные совершенно ситуации представьте ехали в автобусе вдруг порвалась какая трубка охлаждения где она там взялась я не понимаю вылилась охлаждающая жидкость на ребенка я только не пойму тут потому что модели автобуса не описаны и я не пойму где там но это охлаждающая трубка это я так понимаю то что идет к радиатор челябинский школьник впал в кому после падения на него футбольных ворот вот этот нужно очень внимательно рассмотреть потому что опять начались началась может начаться волна пока первый случай долго уже не было падение воротные на детей если вы помните раньше это был каждый через день то есть вот я помню мы за несколько лет зафиксировали 130 чем-то случаев падение почти всегда заканчивающиеся смертью ребенка и мы тогда требовали что путин ушел на хрен куда-нибудь в отставку там куда вместе с мендведиуме со всеми потому что даже этого элементарно они не могут сделать тогда они очень сильно труханули я прямо скажу дали очень жесткие команды тут ходили все эти ворота проверяли что там привязывали прибивали вот сейчас опять началось посмотрим что будет конечно хотелось бы чтобы эти придурки опять дали какие-то команды чтобы это не продолжалось ну потому что потери детей как на войне честное слово от этих ворот футбольных которые падают футбольные ворота качели ну качели в меньшей степени большей степени конечно ворота футбольный хоккейный семья болельщиков из россии погибла в дтп в польше да это вот больше произошло такое дтп девочка осталось и куча вот медведев тут рассказывает про ужесточение очередное как надо еще ужесточить и тогда не будет аварии вот посмотрите сколько за день произошло аварий в дтп в курской области 6 человек значит пострадали количество жертв увеличилось до 6 значит на трассе дон сгорели при столкновении 3 человека 9 человек пострадали в дтп в тобольске 10 уже свердловской области погибли три человека в дтп на трассе перми екатеринбург в ленинград в лениногорском районе я так понимаю что это в татаре в результате дтп погибли два человека в смоленске в аварии с маршруткой пострадали 8 человек три пассажира автобуса пострадали в аварии с участием пяти машин в уфе в кинишме под колесами рено погибла 71 летний велосипедист к камаз столкнулся пассажирским поездом в красноярском крае и огромное количество менее значительных происшествий представляешь то есть то количество убитых и раненых в день до сотни это вот в днр лнр когда стреляли друг в друга и из этих реактивных минометов то потери были гораздо меньше да здесь нет никаких реактивных минометов вот такие потери и вопрос когда задаешь медведеву и всем остальным почему это происходит а потому что вот люди виноваты и надо всех наказывать хренельша совсем ребят кого надо наказывать это вас стараешь из-за их жадности какие вы потери несет из-за того что они не делают дороги из-за того что они все украли вот опять этот фотографии как какая область там где губернатор в рязанской да 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 вот он сказал что на яму специально нанесли на разметку он сказал что дорожников подкупили какие-то там враги народа которые его хотели дискредитировать до вчера мы об этом говорили кстати на полном серьезе даже не без иронии говорим то есть губернатор сказал что вот этих дорожников подкупили чтобы они нанесли разметку на ямы лужи грязь и так далее и чтобы эти фотографии попали в интернет это уже другие фотографии оттуда же из рязани где никто никого уже не подкупал но тем не менее такая же разметка на лужах грязи и так далее на разбитых дорогах еще раз видимо подкупили постоянно ужас то их утонувших детей за сутки нашли в водоемах татарстана да я вот продолжается волна утоплений трое детей в татарстане минус волок где утонул неизвестный мужчина воскресенье так велосипедист какой-то на пруду нытвы погиб семилетний мальчик потом в курской области утонули пять человек 12-летний мальчик утонул спасая сестру и брата это в реке кинель так потом в саратове в реке яруслан ну саратской области имеется ввиду утонул птич 6-летний мужчина вот вязниковском районе семилетний мальчик утонул это какая область этот на клязьми одним словом это на клязьми владимирской области наверное в коме утонули двое детей и девочку ищут не могут найти 3 в омс под омском нашли тела пассажиров затонувшие яхты на озере каинкуль пропали без вести мужчина его 11-летний сын в ленобласти 6-летняя девочка утонул в пожарном водоеме и дальше я даже читать не буду еще 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 то есть это вообще что происходит это вот никто не виноват никакие эти пучковы того чесники никакие они все молодцы да они чем должны заниматься вот эти вот каренделя ну наверное они обеспечивают безопасность в том числе и и даже вот в пожарном водоеме в том числе они должны обеспечить безопасность они скажут а мы как можем обеспечить а чей мой водоем но это мой водоем на как вот у меня дед покойный сергей кузьмич пришел после войны выкопал пруд вручную но бурасском районе его называли рожков пруд вот в этом пруду не утонул никто ни разу никогда никогда ни разу никто в этом пруду не утонул вот там тогда можно было бы мне вопрос задать дата искать мальчик вот твой дед выкопал туда же вы выкопали ребят почему в ваших прудах кто-то тонет полицейские татарстана устроили погони со стрельбой до продолжение банкета то чем мы говорили то есть ловили какого-то мужика который шевроле лачете от них убегал оказалось потом что он лишён прав и поэтому не хотел останавливаться они пуляли в его машину попали наконец колесо в машине оказался маленький ребенок то есть могли попасть маленького ребенка вот вопрос к полицейским татарстана а вот соразмерно вообще общественная опасность деяния вот этого гражданина которого лишили прав и он едет на машине и ваше деяние стрельба он в кого-то стрелял от гражданину кому-то какую-то угрозу представлял в чем общественная опасность ну лишили его прав совершенно бы по беспределу скажем так но лишили пусть он виноват но он сел за руль снова и чё его за это застрелить нам что я ничего не понимаю чего происходит богу что происходит то ребенка его над за это застрелить очень странная ситуация мы с тобой помнишь были свидетелями как шли по мосту а там вечером ехала шестерка кажется уходила от погони гибдд она ехала таким образом где-то 50 километров в час может быть увидела знак уступи дорогу притормозила посмотрела там никто ли не едет поехал дальше я был так вот тут стреляет по ним на юге москвы задержан подозреваемые стрельбе мужчина да вот какой человек говорят взял пулял из автомата 28 лет ему а потом его взяли в плен и все но он слава бог никого не застрелил такая странная история на юге москвы мужчин так у нас кущения но в горах дагестана стрелял какой-то боевик из автомата это я понимаю это мы часто здесь вот видим в наших новостях а здесь мужик такой вышел раз на юге москвы пострелял что-то его задержали такой рядовой случай ничего особенного не произошло фигня какая мужик опять опять с автоматов стреляют они еще спрашивают про революцию и говорят а будет ли это безопасно а вот это безопасно вот то что сейчас происходит там ты идешь по улице кого-то гонят потому что его лишили прав и пуляют в него а он едет с ребенком идешь дальше какой-то стреляет из автомата это безопасно это нормально еще вокруг всякие балконы поддают трамваи взрываются в автобусах рвутся нет охлаждающие шланги эти там вообще жесть что происходит и они говорят а не будет ли опаснее да хуже не будет как в том они еврейский анекдот ураганный ветер снес крышу с администрации страницы полтавской да ну там с них давно с крышу снесло с этой администрации но видишь тут ураган как-то еще постарался в москве сотрудники почты россии попались на воровстве 300 320 посылок я прочитался не ржал как конь сразу вспомнил тот анекдот помнишь и просто просто веселился очень потому что анекдот в советский период был придуман ну и как-то жулики которые на почте они как-то в голове не укладывались а здесь 320 посылок разобрали помнишь значит анекдот сереж про сук с почты народу рассказать что готова скоро не спрашивают обычно мальчик сказал про анекдота не рассказал такой советский период анекдота у меня один из самых любимых это кстати я рассказывал в эфире его когда ваня жуков пишет письмо своему дедушке дорогой мой дедушка уважаемый константин макарыч живу и пишите внук твой ваня жуков живу я плохо на улице зима я сижу на окошке и смотрю как другие детки играют там в снежки строят крепости катаются на саночках и на лыжах а я и грустно мне потому что не могу я вместе с ними играть у меня нет не шубки не не варишек теплых не шапочки не шарфика не валенок и так далее вот сижу грущу и плачу дорогой мой дедушка константин макарыч пришли мне пожалуйста шапочку шарфик валенки нам ну и так далее шубку и пишет на деревню дедушки приходит на почту такое письмо там четки смотрят думать что за фигня открывают читают мы там собрались слезу упустили все расплакались ну кого-то дети подросли у кого внуки уж подросли деда лана соберем что-то пошли там какую-то шубку взяли шапочку все лучшее выбрали валеночки все отправили ждут когда им ответ придет приходит ответ такой опять на деревню дедушки открывать все почты читать драйк дорогой мой дедушку уважаем константин макаров большое тебе спасибо я сегодня целый день играл в снежки строил снежных баб там катался на лыжах и на саночках а еще и крепость строил и все потому что дедушка ты прекрасную шубку мне прислал теплую замечательную шапочку замечательные варежки и валенки я уверен что там был еще и замечательный теплый шарфик но эти суки с почты его спиздили особенность дело не добра те кто делает добро всегда должны знать что ответка будет вот именно такой поэтому они всегда а так рота разевает и нужно с юмором к этому относиться а в советский период анекдот я говорю еще смешно звучал потому что ну как почта в мародерстве не было замечено могли чет не прислать вообще да и там прислать через 30 или 40 лет арестован глава администрации керчи подозреваемой в получении взятки ну вот продолжение банкета там в крыму там есть хоть один поселок где еще по второму разу по второму подчеркиваю не сел глава там то есть все местные самоправления уже по два раза нам сидит так сейчас вот это нами уже третий третий в ряду будем смотреть следить за продолжением геленджике женщина хотел поубивать родственников умирающего мужа ради наследства ну естественно тут попался добрый полицейских который сказал давай давай мы всех убьем и все такое прочее ну конечно типичной провокации но судя из того что я прочитал дома там конечно то еще бывает ученые из великого новгорода прочитали на бересте новое древнерусское ругательство до пасак чуть ли не пацак представляешь вот я всегда удивляюсь данели он четко прям вот многие вещи предсказал своим фильмом кинзадзо пасак ругательство пасак оказывается такой мне от этого ли слово поц ну пацак то от слова поц это точно пасак причем нужно пояснить что пасак это мелкий жулик вор и неприятный человек то есть могут нам пишут что как-то вот вы ругаетесь там матом мы с детьми смотрим там или еще как-то вов пасак да можем теперь вроде ругаемся и вроде как бы нет и не стремно россияне стали чаще искать в интернете информацию о продаже органов да и еще я понимаю так если они ищут информацию о парных органах но они же ищут не только информацию о парных то есть это не для себя они ищут это значит не навряд ли кто-то желает продать свое сердце да если он ищет информацию о сердце значит он не про свое и и вообще это страшно конечно вот в частности в мае запрос на тему продать почку но в разнообразные варианты продать почку срочно продать почку в россии и так далее вот все эти запросы это 15 тысяч 970 запросов но порядка 16 тысяч запросов только за май продать органы запросов 2987 то есть почти три тысячи и вот некоторые интересовались можно ли продать печень вот как раз о чем вы говорите да не парный орган 759 таких желающих продать костный мозг 198 желающих и даже продать роговицу глаза 21 человек узнавал как это можно сделать продают органы чтобы купить айфон пишут дат как удовольствие от пермских врачей потребовали ограничить количество смертей до одной в неделю да но я так понимаю что просто не будут записывать и все что умер в медицинском учреждении то как ну ни для кого не секрет это военной медицине всегда пытаются микшировать так как в зависимости от того что нужно либо погибших на поле битвы либо умерших в госпиталях вот из над чтобы умерших в госпиталях был меньше то тогда записывают не сразу просто доставили оперируют все там стоит во время операции половина умрет и все вот их не записывает там погиб на поле битвы а если нужно ну понятно то есть тогда записывают сразу если там сократить количество то есть приехали сразу уж видно что все там его даже и на операционный стол не тащит его обкалывают морфином а его уже записали что сюда в госпиталь приписан все нормально попал так что здесь тоже я думаю у них есть дачу не думаю я знаю что огромное количество возможностей контролировать вот эту цифру ну как вот количество молодец смертей младенцев помочь тогда вон в антеевке у нас сколько их там закопали безумное количество какой-то нет не значит кто-то убил просто родились живыми да потом умерли но их никто не записывал никуда регистрацию же они прошли никакой не в загсе нигде его вывалили и закопали все как там эмбрионы даже не как на модель что первом миллионный город в котором каждый день умирает 108 человек по данным на 15 год я думаю что сейчас больше чем 108 да кстати это называется падеж такое количество смертей называется падеж хотя это конечно больше к скоту относится но мы если будем также себя вести как скотта мы все вымрем ребят я вам честно скажу то есть нужно что-то делать доктор мальцев да я не доктор я просто все эти цифры знаю бурятии запретили пряники с надписью денег нет но вы держитесь ну офигели вообще просто денег нет но но пряники нельзя я так понимаю что кондитерская фабрика бурятии напечатала пряников тоже печатные пряники пряник печатный ну то есть со словами их не пекут их печатают вот значит напечатал там пряников вот этих и на пряник был написан денег нет но вы держитесь они хорошо расходились это был байкальский пряник компания и в общем я думаю что они вправе делать тот бизнес который хотят это их право вообще но им на них наехал там местная администрация и запретили молодцы четверть россиян не знает о предстоящих выборах в госдуму но это может быть хорошо на самом деле то не четверть половина там в целом написал что половина не знает до 50 более 50 процентов более 50 процентов не знает когда точно какое-то количество не знает что в этом году только 30 процентов россиян точно знает что выбор в госдуму состоятся в этом году но это хорошо для них это будет удивление такое то есть когда они они не знают да то их узнавание этого будет связано с нами и нам нужно сделать чтобы узнавание того что будут выборы в госдуму был связан как раз вот с артподготовкой с мальцевым спарнас и так далее и тогда будет все в порядке я думаю что мы должны привести на выборы огромное количество людей которые никогда туда не ходили и все и ничего эти ребята не сделают ну и вспоминая прошедшие праймерис нам не раз писали о том что впервые участвую в голосовании получают этого удовольствия и вот мы будем надеяться что в сентябре тоже также вы наш стране сторонники пойдете на избирательные участки проголосуйте за вячеслава мальцева получите от этого и в общем-то приятные ощущения да и в общем-то положительные результаты в дальнейшем 0 совещают из мельбурна инфо сто процентов были тогда я даже не знал что я в мельбурне мы постоянно перемещаемся к кенгуру прыгают перемещаем за это вильнюсе то в мельбурне то в гетеборге какие-то странные города нет я вообще-то в саратове ребят пока в саратове потом москву поеду госдума отказалась запрещать выезд из страны осужденным за терроризм да такие молодцы они такие демонстрируют что они хорошие значит как как там все был я отмет меня там не был вот эти вот думцы они там все допущены к секретам там подписывали всякие бумажки я никогда в жизни когда в доме зампредом был так далее гет вот нужно там за секретность расписаться глядите в жопу не хотите не надо никаких секретов ваш ни за что расписываться не буду вот и здесь им сказали значит им сказали это нельзя делать а значит такой причине потому что если вот запретить осужденным а среди них наверняка есть какие-то там кгбшные подсылы какие кгбшные шпионы они не смогут выехать тогда это обломит работу фсб там и так далее понимаешь но на самом деле вот это совершенно не основательно то что они я уверен на сто процентов что нет втирали вот уверен сейчас я думаю некоторые депутаты скажут нифига откуда он отсылает ее секрет такой-то важный ему раскрыли нет никто не раскрыл просто я умею считать а потому что это полный идиотизм понимаешь то есть с одной стороны человека лишают гражданства а с другой стороны ему запрещают выезжать это как вот представь себе по закону этой старухи шипакляк человека лишают гражданство за то что он экстремист террорист и ему нельзя выехать а от она чё ему делать вообще он кто здесь так это вот пишет нам слова в саратовскую думу идете а в других городах за кого голосовать нет вячеслав мальцев идет в государственную думу и следовательно голосование будет и по спискам пар нас но сейчас будет съезд я не знаю как они там утвердят но по идее я должен быть вторым в списке то есть в первой тройке один из руководителей выборов один из ведущих так сказать тяговых лошадей то есть голосование вас проходить по всей россии вне зависимости от того в саратове вы проживаете или нет и в общем то мы вчера вот не сказали об этом сегодня поправляемся нам для этого для проведения выборов нам необходимо ваша поддержка в том числе для этого у нас есть электронная почта которая прикреплена в описании к этому видео где мы собираем информацию о наших сторонниках которые готовы быть волонтерами на выборах в разных вариантах то есть нам нужны и люди которые распространяют информацию о нас нам нужны и люди которые будут на избирательных участках наблюдателями от нас то есть мы в вашей честности уверены для нас будет намного приятнее знать что наши сторонники находятся на избирательных участках своих городах и не дадут сертифицировать голосование поэтому если у вас есть желание возможность то напишите пожалуйста нам на электронную почту и напишите в каком городе вы проживаете скором времени вы получите ответ о том какую помощь его можете нам предоставить мальцев ялт хотел ялту очень люблю пишут мальцева задают вежливые люди покажи меня задают все же знать какой я грубый они вежливы как они могут задавить такого грубияна как мальцев а милый бог госдума одобрила поправки позволяющие строить курорты в заповедниках ну да значит вот мы сегодня уже разговаривали какие будут курорты ну да правильно это будут какие-то рестораны кафе гостиницы какие на их курорт писать что все эти заповедники будут пущены под такие курорты что слов нет то есть для того они заповедники что там не было никаких курорт ну путин обязал предпринимать дома дома вот этого созыва где делает последние такие вбросы то есть по последний выдох господина пж это высер последний не выдох до путин обязал предприниматели раскрывать информацию о бенефициарах да да кому он интересно обязал кого он интересно обязал вот этот законспирированных чаек тоже раскроют я думаю что нет то есть есть некие такие законспирированные люди которые никто про которых не знает и себя он раскроет тоже мы же тоже знаем где у него там ходы тимченко там недаром с этим гону гуноваром там возился кому-то принадлежал 37 процентов нам тоже расскажет я думаю что нет открывший стрельбу в кинотеатре в германии застрелен при задержании да рассказывали тут что дяденька забежал в кинотеатр фирн хайма и пулял там и ранил тот 20 человек то 50 теперь оказывается он никого не ранил а его самого застрелили но похоже там что-то не в себе человек был там и решил так красиво уйти из жизни пульнул там ну холостым или просто там я не знаю из водяного автомата стрелял ну факт то что народ конечно напугал суть по всему практически джон дилленджер в европарламенте предложили признать роботов электронными личностями совсем недавно мы об этом говорили что будут признавать и роботов и будут выдавать паспорта им соответствующие и даже браки будут заключать между людьми и роботами но фишка будет самой высокой тогда когда заключат браки между роботами вот когда человек и робот это ладно это вот как как сейчас там гомосексуальные браки а вот когда между и долго будут биться чтобы это нельзя делать между роботами браки заключать но потом сломаются сравнивший эрдогана с голумом турок получил год тюрьмы условно когда попадет в госдуму чем будет с арт-подготовкой ничего арт-подготовка будет продолжаться безусловно вести и пахнет до 5 а свести и пахнуть будет да до 5 11 18 года я обещаю что будут провести арт-подготовку независимо ни от чего и наша задача совсем другая не госдума ни в коем случае госдума это этап для того чтобы этим друзьям еще одну кость в горло забить чтобы они поперхнулись и все это необходимая раскрутка мы же ведем войну в информационном мире мы создаем волну информационную мощную для этого нужна госдума это информационный пол так получил до эрдогана даже голубом сравнили вот тут еще и этим эрдоган похож путин всегда тоже с голубом связываются сравниваю да тут эрдоган они под прям как близнецы братья во всем похоже даже их сравнивают с одинаковыми персонажами дай мужику дали условно год тюрьмы ну повезло в общем-то крема рассказал что путин прибыл в ташкент на саммит шосс мальцев а вы знаете о словаре далее имеется веду черного цвета четырехтомник об этом словаре далее говорят или какой-то может быть неизвестные слова дни есть еще и словарь другой дали однотомный но я не знаю про какой я знаю про словари дали до путин прилетел в узбекистан нашами саммит шосс ну какой молодец и там вот решили создать я так понимаю коридор такой россии китай монголия такое интересно куда и для чего чё поэтому коридор вытаскивать то буду дать нет я думаю вот национальный богатство россии вытаскивать национальные богатства китая то есть китайцев затаскивать сюда да наш национальный богатство нефть и газ а у них китайцы это будет обмен туда будут идти я не знаю там никель железо лес ну лес в основном газ нефть оттуда будет будет поток китайцев идти которые будут расселяться в сибири на дальнем востоке председатель госсуда в татарстане прогнавшие ветерана с парковки покидать свой пост да это победа информационного мира видите вот прям реальная победа информационного мира вышел там председатель суда по выпендривался на ветерана все привет семье ему там скале дорогой лучше уйди папа забудется потом мы тебя пристроим слушание пристроит они тебя 5 11 хотя кто из этого потом скажет пятую после 5 11 я скажу изгнанный злодеями путинскими и смотри там пристроиться будет хорошо жить пострадавший от кровавого режима мост кадырова вновь переименовали я так понял повесили где ты взял эти да где они и чуть не вижу а вот 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 хороший мост снайпера и дрисова вот такая фотография но снайпер и дрисов это советский снайпер чеченец по национальности который уничтожил 350 фашистов да сколько он там больше 350 ну короче немерено больше 350 это это уже можно считать всех причем он участвовал в 1944 году освобождение ленинграда то есть имеет общем то куда больше отношения к санкт-петербургу чем кадыров это уж точно не и это показательно то есть когда начинают обвинять русских националистов или там русских фашистов ну надеюсь никто не скажет что это сделали русские фашисты да то есть люди не про не против чеченцев люди против вот такого подхода ради бога вот есть достойный человек реально достойный реальный герой до был несколько раз ранен но дожил до 1983 года причем в чечне в родном селе был в общем-то герой герой советского союза имел орден ленина орден красного знамени и орден красной звезды ну серьезный такой как кто-то мне все сказал ты фамилия что-то не понравилось и дрисового этого снайпера я говорю знаете человек который уничтожил 350 фашистов и больше имеет право иметь любую фамилию какой он захочет захочет потому что он ну реально представишь сколько жизней спас этот человек вот реальной жизни то есть вот у меня оба деда вернулись с войны живыми израненный там один 55 лет умер от ран другой до 80 дожил но весь израненный был обожженный и я вполне допускаю что благодаря вот этому снайперу что может кто-то не выстрелил тот кого он завалил так что все правильно ребят я с вами да мы полностью поддерживаем такое переименование следователи обнаружили экстремизм самодоносе члена яблока да интересная конечно ситуация и я так понял что осужден был человек который в контакте чем там сделал сереже да там там парадоксальная ситуация в общем-то женщина это член партии яблоко в общем мужчина написал пост в контакте на него возбудили уголовное дело осудили да его осудили да осудили по статье в этот чувство верующих нарушения как там оскорбление чувств верующих вот после чего значит он вернее выложил картинку после чего вот этот член партии яблоко выложила ту же самую картинку вот и на своей уже странице и написала следственный комитет самодонос на тему того они является ли вот эта картинка случаем не нарушаю ли я вот этот вот как раз закон о оскорблении чувств верующих и на нее возбудили уголовное дело но уже по статье 282 то есть она так очень четко троллит то есть сама сама у себя на странице размещает уже запрещенные картинки и напишет следственный комитет а вот не экстремистка ли я но парадокс в том что в общем то почему на нее возбудили 282 статью когда за ту же самую картинку на другого человека возбудили другую статью то есть вот этот парадокс не понятно что им пофигу чё они готов готов следующий напишет за терроризм там вас будет дело и что вальца билет в сша на 5 11 нет у меня никаких билет не в сша не в жмеринку московская полиция проводит проверку в отношении танцующей сотрудницы да какая-то дама кстати очень неплохо потанцевала она против протестует против того что то палочная система в мвд что нужно натащить кучу 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 народу значит чтобы зачли там галочку поставили нет она эротический танец но кстати не сильно эротический ну вот и и там собираются я так понимаю прессовать проверку и нам будут думать выгонять не выгонять но на самом деле ей в полиции нечего делать она такая нормальная женщина у нее у нее должна быть нормальная работа точно не не работа полицейского я без обид вот женщина которая в полиции работает в общем-то лучше женщин в другом месте работать не полиция не то место ну и в общем-то мы вот решили что она тоже наверное теперь может называть себя художницей акционисткой потому что это наверное первый протест против каких-то неравенств на работе который вы выражен эротическим танцем то есть протест в виде эротического танца это что-то новенькое ну она художник она так она поэтому я и говорю она не не годится для работы в полиции здесь нужно меньшее воображение гораздо меньшее воображение да чё там такой камера встала в спб гу лишили степени кандидата наук автора закона о праве на забвение да депутаты госдумы алексей казаков вот вчера этого не лишили министра никифорова а депутата лишили 20 проголосовали против него ну за лишение вернее а один значит против лишения мы предположили что теперь он будет использовать закон на забвение чтобы они забыли о том что вы лишили да конечно но он не успеет использовать потому что я думаю что мы их всех лишим пятого одиннадцатого причем всего а если они будут противиться то и даже не буду говорить а то скажу что злодей мальцев как доходы состоятельных российских семей сократились на 45 процентов за год доходы нищих на 90 да вот это здорово богатые россияне потеряли 45 процентов вот пишут нам что мальцев ни разу не сказал что путин совершил госпереворот и что путин по конституции не президент да мы по моему в каждом эфире говорим о том что абсолютно каждая статья причем даже формальная причем даже та которую исполнять проще чем не исполнять она все равно нарушается нам со стороны путина и все его шайки и то что путин антиконституционный президент от совершенно точно я так понимаю что человек пишет о том что путин там увеличил эти сроки да то есть его избирали на один срок а потом он сказал а я наверное посижу еще там сколько несколько месяцев девять месяцев дали сколько там он удлинил себе чтобы все это в единый день голосования в общем-то вывести но мне кажется далеко не самый да это не самое страшное преступление путина и путинщины так что там достаточно и без этого то есть то что власть в российской федерации узурпирована кучкой людей в главе слова это мы прекрасно видим знаем и это совершенно очевидно и говорим об этом и и поэтому есть программа арт подготовка если бы этого не было то тогда и программу не нужно было бы зачем тогда 5 11 не надо был расстат заявил цены на бензин в рф за неделю выросли на 9 копеек мальчик сколько раз ты был в украине смотря какой то если 91 года то бесчетное количество раз после 91 года чуть два или три раза вот как раз когда там с кармишином они от вру еще в начале двухтысячных давно там четверо с девятым двухтысячных и в 94 был в одессе да много недавно совсем вспоминали дошли презент оттуда не сувенир сувенир в одиннадцатом году до в одиннадцатом году был вот как раз в это время в июне одиннадцатого года последний раз и вообще последний раз за рубежом был в июне одиннадцатого года к вопросу о всяких фондах и того что там мальцева госдеп финансирует интерес как они финансируют голубями так что там с камерой кирдык камеру кирдык пока нет цены на бензин выросли на 9 копеек за неделю прошу прощение прямо на секунду евгений николаев пишет ребята мне сегодня 52 года поздравьте пожалуйста с днем рождения да жизнь 52 мне тоже 52 поэтому я могу сравнивать все тоже самый человек тоже в июне родился ну то есть так тогда же пошел в школу тогда же ее закончил то есть он прожил ту же жизнь что и я практически цены выросли на 9 копеек выросли кажется ерунда но обратите внимание цена на бензин растет то есть на нефть растет цены на бензин растут цена на нефть падает цены на бензин растут любое действие любое и бездействие вызывает рост цен на бензин то есть это такой перманентная такая фигня такая перманент и российская путинская фигня экономическая модель нет когда спрашивают вячеслав а почему вы называете экономику лженаукой вот поэтому я называю наукой вот поэтому как раз цена на нефть растёт цена на бензин растет цена на не спады цена на бензин растет цена никуда не дергается на нефть цена на бензин все равно растет минтрут заявил что еще 17 регионов получат субсидии на поддержку занятости но если как в В этих вторых, да, там было что, по 10 миллионов на создание рабочего места, да, одного рабочего места, ну, я понимаю, что тут пора распиливать, 1,1 миллиард рублей хотят распилить, еще, то есть, отправить в этот, телепортировать, да, телепортировать еще хотят. Нужно больше. Директор кузбасской фирмы издал приказ о своем увольнении, чтобы не платить 33 миллиона долгов. Молодец. Директор фирмы из города Таштагола, в общем, сам себя катапультировал, телепортировался, да, телепортировался, ну, молодец, говорит, ну, вас нафиг, не хочу я вам платить, денег нет, но вы держитесь. Ленточку, все, что могу. Наверное, он на подготовку смотрит этот человек, так что, что можно сказать, посмеяться только. Да, подписался он, наверное, фразой, кому должен, всем прощаю, печать, дата и до свидания. Платные парковки в Нижнем Новгороде оказались нерентабельными. Да, и тут вот, что только не написали, почему они нерентабельны, потому что просто они нерентабельны, вот и все, потому что люди не хотят платить денег за эти парковки, им западло. Они там что только не придумали, почему они нерентабельны, там целые, целые у них научная работа, которая, наверное, будет стоить еще там триллиард. МВД хочет разрешить перевозить детей старше семи лет без автокресла. Ну, интересно, предложение, в общем-то, разумное. Очень-очень редко такое случается, что были разумные предложения. Представляешь, это, знаешь, я думаю, что это вот, как тот анекдот, когда, помнишь, мужик приходит к психиатру и говорит, доктор, я лесбиян. Он говорит, это как? Он говорит, доктор, столько классных мужиков ходит, а мне только бабы нравятся. Вот так и здесь, понимаешь, то есть, это уже второй раз перевернул, перевернулся. То есть, переверсия и не вернулась на место, а еще дальше докрутилась, понимаешь? То есть, менты такие, они вначале придумывали всякую хрень, потом всякая хрень кончилась, и что-то надо, они дальше провернули, думают, нифига, а вот что мы придумали. Следующий пластик. Да, следующий пластик. Причем мы прикалывались по этому поводу, потому что до этого момента родители должны использовать автокресло для детей младше 12 лет, а я так понимаю, смысл автокреслов для детей в том, что у них рост не как у взрослого человека, мы прикалывались, что Путин с Медведевым обязательно должны ездить в таких креслах. Конечно, вот, наверное, поэтому отменили, после того, как тот ролик кто-то вырезал у меня и сделал это вирусным роликом, где я требую, чтобы Медведева возили по Саратову в детском кресле. Не, ну а в принципе, так строго говоря, если до 12 лет по причине роста, ну давайте прикинем, какой рост у среднестатистического 12-летнего ребенка и какой рост у Медведева, ну, наверное, они не особо сильно различаются. Я вот мальчик очень большой, я в 12 лет, наверное, такого роста, как Медведев и был, поэтому... Да ты чё, как это? Я был в первом классе такого роста. Ну, во втором, вру, это у меня этот... Витя, да, Грачев, вот он был 155 сантиметров в первом классе, ну, как раз рост Медведева, да. Даже, может, сейчас чуть-чуть и повыше. Да, да, я чуть-чуть, Витя, поменьше был. Военные Южной Кореи сочли неудачным пуск КНДР баллистической ракеты. Да, ну, видишь, они вначале что-то там пальцы гнули, а потом запустили баллистическую ракету, которая что-то полетела неудачно у них. Они говорят, да, неудачно опять полетела, ничего страшного. Но у них интересный подход, видишь, они вначале, как мы говорили, Ким Чины начинают там козу показывать, там, сколько я зарезал, сколько перерезал, потом стандартный пуск баллистической ракеты, или удачный, или неудачный, и потом продолжение показывания козы, ну, и принимание всяких подарков гуманитарных. Поскольку наверняка под эту голову что-нибудь привезут, чтобы больше не запускал. Носки Гитлера, пижама Геринга и платья Евы Браун были проданы на аукционе Мюнхена. Да, вот видишь, такие вещи, музейные экспонаты. Если бы Гитлер победил, это были бы музейные экспонаты, как пальто этого Маннергейма, да. Вот если мы победим шубу, на которой я сижу постоянно, вот это на кресле, тут старая шуба лежит, и я на ней сижу. Вот эта шуба будет, я не знаю, баснословных денег, как только после 5-го, 11-го, 17-го года, шуба, на которой сидел Мальцев. Так что... Ну, я думаю, с аукциона твои носки тоже продадутся. Я не хочу, но их надо. Не хочу носки, чтобы мои продавали. В Австрии у матери отобрали детей из-за низкого IQ. У нее 64 балла IQ. Ниже, чем обезьянки Джонни. Ну, Джонни, да. 69-го, у меня был Андрюша Ястребов, охранник, у которого был 64 IQ, вполне нормальный. Он очень хорошо работал, я ничего не могу сказать. Так что, вот у нее отобрали детей, потому что она что-то там не может им дать. Я думаю, что она все вполне может с таким интеллектом. Потому что тут не только дело в интеллекте, еще есть определенное количество навыков, которые даже люди, ну, со слабоумием получают. Вот мой преподаватель судебной психиатрии Вадим Валентинович Козлов вообще был убежден. И когда он читал лекцию о слабоумии, он говорил, что самые лучшие няньки – это слабоумные. Но ей нужно объяснить и все, что там сказать. Вот там Вера, там вот у нее была подопечная. Подопечная Вера, вот во столько-то надо дать там еду такую-то, во столько-то таблеточку, во столько-то то, все. И вот Вера с часами сидит, вот она там одной рукой играет, там что-то нянькается, а сама с часами. Все, время дошло, она чик-чик-чик все сделала, как автомат. Поэтому я не думаю, что кто-то в этом мире заслужил, чтобы из-за низкого интеллекта отбирали IQ. У нас люди с низким интеллектом управляют Россией, и у них не отбирают страну, а детей тут все перегибы очень жуткие. Если бы мы вещали с Мельбурном, мы бы, конечно… А, это в Австрии, да? В Австрии. А я все время не вижу, вместо Австралии Австрию читаю. Да, Австрии, ну вообще негоже. Ну, для Европы, конечно. Поэтому я удивился, в Австралии такого быть не может. Мы вот в Мельбурне сидим, да, и тут все нормально. А тратить такого не было. И вот опять, как Черномырзин, да? В Австралии Вомбат умер из-за тоски по отсутствующим туристам. Да, вот в Австралии видишь, что происходит. Вомбатов умершвляют, туристов нет, он взял и помер. Вот этой новости несколько дней, но от этого не менее жалко этого Вомбата, который хотел общаться с туристами, чтобы его на руки брали там. И все. Помер, бедолага. А вот в Льва тут по жизненному заключению приговорили где? В Индии, да? В Индии, да. В Индийском штате Гуджарат. Представляешь, кто-то съел людей, выловили 16 львов, брали у них кал, фекалии собирали, смотрели, в каких фекалиях есть там народ, да, части людей в каких есть. Оказалось, у одного льва точно еще у каких-то львиц, но их пока не осудили. А льва уже по жизненному заключению осудили, видишь, роботы личности львов в тюрьму сажают. Ну, человечество продвигается. Роботы от недостатка общения с людьми помирают. Ну, просто вещь. Мне кажется, в данном случае это уже декорадация, потому что то, что животному нельзя отомстить, это еще в Моби Дике было. Ну, да. Удивительная собака каждый день спасает жизнь своего семилетнего хозяина. Да, ну, видишь, в Моби Дике было, что животное зато может так отомстить, что мама не горюй. Вот нам поправляют, нас, не знаю, ругают, как правильно сказать. Мельбурн второй по величине город Австралии, да. А вы сказали в Австрии. Нет, я говорил про Мельбурн, про Австралию. А здесь я думал, что это произошло в Австралии с женщиной. А потому что я, ну, не увидел, ну, освещенность недостаточная, я говорю, светочувствительность. Вот Австралию с Австрией, ну, бывает. Ну, что ж, не географически, я понимаю, что Австралия находится в Европе на реке Дунай, Австрия. А Австралия является континентом, да, поэтому как-то и, который открыт Джеймсом Куком, да. Которого съели. Которого съели. Ну, его не в Австралии съели, и съели его там дальше, где-то там в Полинезиях. Да, есть прекрасная песня Владимира Высоцкого, аборигены съели Кука. Да, видишь, что-то хотел я сказать про Моби Дика. Да, про Моби Дика что-то. Про Моби Дика, мысль пришла хорошая в голову, знаешь, насчет Австралии, вот как раз Моби Дик, Австралия, аборигены, которые съели Кука. Вот прям ассоциация, самая гениальная фраза в Моби Дике, помнишь, какая, когда, говорит, а ты не боишься спать в одной комнате с каннибалом. Помнишь, там был какой-то с островов дяденька, он был весь в наколках, ну, он папуаз был. А с ним товарищ его проживал в одной комнате, а в других комнатах жили китобои, они пьянствовали беспробудно. И он сказал, что я предпочитаю, чем жить с пьяным христианином, да, в одной комнате, я предпочитаю жить с трезвым каннибалом. Да, кстати, у меня тоже немножко есть, я тоже предпочитаю лучше с трезвым каннибалом общаться, чем с пьяным христианином. Так, Мальцев запутался в этих Австралиях. Не, ну, в Австралиях Мальцев не запутался, конечно. Так. Настоящие москвичи за Мальцева. Слава Богу, и я также за москвичей. Кука съели в районе острова Явы. Вот, видите, нам уточнили. Мальцев, а ты сидел в тюрьме. Ну, мне 52 года, какие мои годы? Пока нет. Вся самая интересная впереди. Да, да, да. Пока нет. Но бывал в тюрьме неоднократно, да. Так что, как-то я имею представление. Да, вот мы сегодня поздравили с днём рождения человека. И вот Мария Сазонова пишет, что ей сегодня 46. С днём рождения, Мария. Поздравляем. Марина, прошу прощения, Марина. Поздравляем. Кстати, ты знаешь, вот студенты-юристы ходили на практику. Ну, и потом в жизни очень много приходилась работа и в ментовке, да. И потом, когда у меня Аллегра было. И потом, когда я депутатом был. Ну, вот я пока про студенческий период скажу. Вот как ты думаешь, студенты-юристы посещали, значит, морг, психушку и тюрьму? Ну, по, так сказать, учёбе. Как вы думаете, что больше всего не нравилось? Самое неприятное. Посещение чего? Морг, тюрьма, психушка. Из этих трёх? Да. Психушка, да? Да, психушка. Психушка наглуху никто не переносит. Не дай бог. Вот тюрьма спокойно, это самый лучший вариант. Морг так, ну, пахнет там только. А психушка там всё. Там и тюрьма, и морг там пахнет так, что в морге просто отдыхает. И вообще там плохо просто. Такая сама обстановка жуткая совершенно. Когда приходишь туда на практику или потом, когда работаешь в ментовке туда, по долгу службы приходишь, всё время шерсть дыбом стоит. У меня товарищи там, кстати, работали некоторые, и я всегда удивлялся, как они могут это спокойно выносить. Это для меня невыносимо. Ну, люди ко всему привыкают. Не, ну да. Тем временем наша передача уже подходит потихоньку к концу. Осталось там порядка 30 минут, и мы напоминаем вам о необходимости поставить лайк под этой трансляцией для того, чтобы... Что? Да, поставить лайк под этой трансляцией для того, чтобы мы попали в топ Ютуба в очередной раз. Вчера нам это удалось, и это влияет на количество просмотров, на количество наших сторонников. Поэтому, в общем-то, вчера мы взяли штурмом, скажем так, отметку в 4000 лайков. Сейчас уже порядка 5000. Поэтому, в общем-то, мы призываем всех тех, кто еще не поставил лайк, поставить его. И, в общем-то, кто, может быть, нас смотрит фоном, скажем так, каким-то своим делом занимается, отвлечься на несколько секунд и уделить внимание, поставить лайк, это поможет нашей общей идее. Да, спасибо большое. Так, а что, у нас 22-13 еще только время. Время. Или что, у меня неправильные часы. Правильно, правильно. Вопросы. Так, на вопросы отвечаем. Да, и вы хотели показать фотографии нам прислали. Да, фотографии. Вот я думаю, что же я забыл-то. Так, во-первых, вот прислали газету. Такая газета, где она издается? В Подмосковье. В Подмосковье, да. Вот в этой газете вот интересные и ежедневные новости на сайте артподготовка с Вячеславом Мальцевым. Спасибо огромное, кто это делает. Молодцы, большое спасибо. Вот фотография, памятник. Это откуда памятник? Это, я так понимаю, в Тольятти. В Тольятти, да. Но я не был в Тольятти, я в Самаре только 5-11-17-го года. Вот мотороллер нам прислали, фотография. Это скутер. Скутер. Ну, я в этих делах слаб. 5-11-17-го очень хорошо. Потом вот тут ЛДПР плакат, а к нему 5-11-17-го прям народ Жириновскому. Вот в автобусе. Не ждем, а готовимся очень хорошо. Вот прислали дети в гимназии в Москве, собирают какие-то поделки. И вот что они собрали. Вот 5-11-17-го. Очень хорошо. Вот в автобусе тоже за головой вот человек. 5-11-17-го. Ну, много таких вещей присылают. Надо собирать, показывать. И вообще нужно стремиться к тому, чтобы до 5-11-17-го каждый ребенок знал, что будет 5-11-17-го. Вот когда каждый малыш будет знать, я уж про взрослых не говорю, то все. Тогда у нас минимальные затраты будут, чтобы все сделать, что мы задумали. Минимальные, то есть никакого противодействия мы не встретим такого активного. Мы будем готовиться к активному противодействию, но я не думаю, что чем больше мы будем, чем сильнее мы будем готовиться. Ну, как это Бодосио Сенсю, да, или там Хагу Куре, чем сильнее самурай готовится к смерти, тем больше он ее провожает от себя. Так и здесь. Чем мы будем лучше готовиться, тем мы быстрее и легче все сделаем. Да, исходники таких наклеек есть на нашей странице ВКонтакте. Заходите, добавляйте в друзья. Можете распечатывать эти наклейки, клеить, таким образом помогать нашему делу и участвовать. Да, и возможно вы имеете опыт создания таких макетов, обладаете, в общем-то, опытом работы в Корле, Фотошопе. Вы тоже можете нам присылать свои варианты, мы их с удовольствием разместим. И, в общем-то, я думаю, что это тоже будет существенным вкладом. Да, вот пишут старую такую латинскую поговорку «Хочешь мира, готовься к войне». Да, мне нравится. Кстати, вторая часть, да, парабеллум называется «Готовься к войне». И пистолет хороший, да. Очень часто спрашивают, как относитесь к Махно. Нормально. Нестор Махно просто... Человек, с одной стороны, продукт своей эпохи, а с другой стороны, намного опередивший время. Вот проблема, конечно, того времени, что не было информационных технологий, что не было того, что есть сейчас. Поэтому применить эти идеи было очень сложно. И, в общем-то, такой же вопрос по отношению к Гайл Фоксу. Как относитесь, и что для вас, как это, символы или какой-то... Как относитесь к этому персонажу? Ну, это более современный символ, конечно, в связи с фильмом. В, значит, вендетта, да. В связи, наверное, с какими-то вот неанглийскими уже традициями. То есть, если английские традиции, ну, это ночь фейерверков, там, 5 ноября, это ночь фейерверков, да. Там Гайл Фокс, который когда-то хотел подорвать парламент, но был схвачен и офигачен, да, там, чтобы не сказать, был казнен. Он, в общем-то, такой, ну, это маска протеста, на самом деле, такого ценой своей жизни. Это очень серьезно. Но сейчас, в любом случае, есть некое продвижение, такое, как это апгрейд, да, в понимании, то есть, изменение. Вот в связи с выходом этого фильма, то все-таки маска Гайл Фокса, это некий такой атрибут отрицания. Отрицание деспотии, тирании, там, самодержаве, в любых формах. Ну, и вообще, это же маска анонимная тут. Ну, да. Спрашивают, как могут нам помочь. Ну, вот мы только что как раз сказали, вы можете лайкнуть наше видео, это продвинет нас в топы Ютуба. Вы можете взять наклейки, наклеить их у себя в городе, где угодно, где вам больше нравится. Вы можете агитировать всячески и просвещать людей. Вы можете написать нам на электронную почту, специально для этого отведенную, если вы готовы помогать нам на предстоящих выборах. Работы будет очень много, и она будет абсолютно разнообразная, причем она будет не только в Саратове. Если вы из Саратова, то это еще лучше. Вы можете, в общем-то, написать, и в скором времени получите ответ, в общем-то, какую помощь вы можете непосредственно предоставить. Вот Ташира Аказаки нам написал. Вячеслав, пожелайте мне удачи. Удачи? Желаю от всей души удачи. Спрашивают, ведет ли Вячеслав дневник? Что-что? Ведет ли Вячеслав дневник? Нет, не веду. Когда-то в детстве что-то какие-то дневники вел, а сейчас... Школьные? Нет, как-то вел дневник в виде живого журнала, в виде Твиттера. То есть, ну, сейчас вот время от времени я схожу в Твиттер, что-то пишу. Надо чаще. Да, и вот люди пишут, что написали, ответа нет касательно электронной почты по выборам. Ну, давайте все-таки говорить очевидные вещи. Очень много сообщений нам поступает, несколько сотен, там за полтысячи уже перевалило. В скором времени вы обязательно получите ответы, каждый. И все-таки нужно понимать, что кто-то из Саратова это определенный фронт работы, кто-то не из Саратова это другой фронт работы. То есть, здесь нужно к каждому такой индивидуальный подход. Поэтому, если мы вам пока не ответили, это не значит, что мы лично вас игнорируем или там не занимаемся этой почтой. Да, то есть, в скором времени вы ответ получите. Да. Когда Вячеслав уже начнет ставить на место Соловьевых и Толстых, почему эти упыри от власти так позволяют себя вести на людях, спесь до края, телемастом бы придавить хвосты пропагандистам? Ну, они пока не выходят, но я не думаю, что они боятся. И мы это увидим все еще в эфире, когда будут выборы. Там огромное количество, вы еще увидите поединщиков, которые такие идут и думают, ща мы этого лоха провинциального там загоним куда-то. И слава богу, что они так думают. Вы еще много интересного увидите. Ну, дай бог, дай бог. Потому что, конечно, будут определенные палки в колеса вставлять. Но посмотрим. Я думаю, что все-таки они считают, что непоколебимо там все, поэтому не будут очень сильно переживать. Прошлый раз, когда такие пропагандисты думали, что это будут очень легкие дебаты, вы можете посмотреть как раз передачу Соловьева к барьеру. Не, ну тогда я был ласковый, понимаешь, что это не Мальцев сейчас. Я тогда был очень спокойный, очень ласковый, потому что, ну, я рассчитывал, что меня еще пустят на телевизор, мягко говоря. Сейчас я понимаю, что кроме этих выборов меня никуда не пустят, поэтому, естественно, я не буду ласковым, будут говорить все что угодно. Там-то я думал, что как-то будут возможности еще поучаствовать, но ведь я ошибся. Не, ну не ошибся, там как-то меня медленно слили, там несколько было передачи у Киосаяна и все. Но они были в записи. А здесь будут дебаты госдумовские, и поэтому можно как-то все, что думаешь, высказывать. Вы не боитесь стать драконом из сказки, когда богатыри приходили убивать дракона и сами становились им? Да это любимая сказка. Там не богатыри, там, ну, это же вьетнамская сказочка. С нее все началось сказать про мальчика, да, который в конце концов чуть не стал драконом, но в связи с тем, что был мальчиком, он как-то сумел избавиться. Я думал об этом, и не вдруг я думал. Вы что думаете, я вот прямо сейчас только об этом. Я всю жизнь об этом думаю. Я всю жизнь знал, что мне придется драться с драконом. Ну, почему же я себя всю жизнь к этому готовил? И до сих пор я не могу вам ответить точно. Я могу пообещать, что я сделаю все, чтобы не стать драконом, да, что я там всю жизнь об этом думал и готовился. Ну, как это на самом деле? Кто ее знает? Пока ты не убьешь дракона, как ты можешь что-то сказать? Ну, меня власть тяготит всегда, когда у меня в руках власть. Мне это не очень нравится, поэтому навряд ли из меня получится какой-то полноценный дракон так. Я не уверен даже, что ничего не получится. Тем более, как-то я все эти вещи всю жизнь перерабатывал в своей душе, в своей голове. Спрашивать, что... Вот тут пишет Ланцелот. Когда вышел фильм «Убить дракона», эту тему, кстати, я уже давно и много лет переживал. Я впервые эту тему, так скажем, как-то начал осмысливать, да, когда какую-то сказку прочитал, вот вьетнамскую, потом мультфильм посмотрел. Я вообще ребенком был. Прочитал вначале. Потом я прочитал, значит, само вот произведение Шварца «Убить дракона». Причем написанное в 43-м, да, году в каком он написал. Представляешь, то есть, сталинизм вообще жесточайший. И пьеса приходит рыцарь Ланцелот и решает убить дракона, как говорит, и на вашем месте я бы его убил. Помнишь, он говорит, а это кто был? Это, говорит, дракон. На вашем месте я бы его убил. Вот. И все начинают ему рассказывать, что дракон такой хороший, вообще самый замечательный, вообще мы привыкли. И самый лучший способ защититься от дракона – это иметь своего. Это вот самый лучший способ. Ну и вот тогда уже я как-то думал, что все это неправильно. Я понимал, что СССР под руководством Брежнева – это не тирания с драконом. Ну, не похоже, да, вот по всем показателям. Я понимал, что тут многие вещи как-то не так, но все равно это не та тирания, про которую пишет Шварц. И потом, когда Марк Захаров сделал фильм, произошло еще одно переосмысление уже на новом этапе. И тогда это оказался гротеск. Потому что, ну, перестройка, там, вот здесь убить дракона. Да какие драконы? О чем вообще речь? А сейчас вот мы с тобой, Валер, смотрели «Убить дракона». Ну, это как вот оно и есть. Как сегодня. Как будто смотришь – прямое включение. Документальный фильм. Документальный фильм, да. Да, Шварц написал пьесу «Дракон». Ну, дракон, да, да, да. Ну, да, дракон он написал. Я название-то не все хорошо помню. Спрашивают, что будем делать с Лавровым после пятого-одиннадцатого. Что-то то же самое, что и со всеми боевыми клоунами Вова. Что-то со всеми. Там есть суд, есть трибунал. Пусть решают их вопрос, я не знаю. Там есть пляжи Индигирки и Колымы. Там можно отправить их рож пилить куда-нибудь. Загорать. Загорать, да. Это пусть суд решает. Тут дело суда. И хотят прямой эфир с Макаревичем. С удовольствием. Андрей Макаревич. Приличный человек. Очень я хотел перед ним извиниться, кроме всего прочего. Потому что когда-то я оттянулся за то, что он там сидел рядом с Путиным и с ним ручкался. И я оттянулся там в интернете по поводу Макаревича. И я сейчас прошу прощения от всей души. Искренне. Сожалею и прошу прощения. Сейчас он ведет себя безупречно. И поэтому я хотел бы ему сказать лично, чтобы он не переживал, не страдал. Я понимаю, что как он страдает от наезда всяких ватников. Да насрать на них, на этих ватников. Сегодня они там на него наезжают. Завтра не будет дракона. Они будут кричать, ура Макаревичу, победителю дракона. Зачем? На кого он обращает внимание? Как с лонсалотом. А вот и вы, мы вас ждали. Человек пишет, мне Макаревич не нравится. Я не знаю, кому нравится, кому не нравится. У Макаревича главное это творчество. Макаревич может нравиться, может не нравиться. Но у него есть некий такой багаж, который называется творчество. И очень хорошее творчество. Для кого-то, может быть, оно не очень близко. Ну, по возрасту, может быть, это молодые люди. А в наше время, я не знаю, в 70-е, 80-е годы 20-го столетия это было нечто. Это было очень серьезно. Спрашивают много про пакет Яровой, так называемый, вот свод законов этих антитеррористических. Что думаете по этому поводу? Это показатель слабости или это угроза такая в наш адрес? Ну, в наш, я имею в виду, в адрес всех оппозиционно-мыслящих людей? Или вот как это, почему это? Ну, они пытаются как-то сделать что-то такое, что, по их мнению, может нас напугать, их обезопасить и так далее. А делают только прям противоположно. Они нас сильно раздражают этим. И не дают себе ни одного шанса, вот, не то что договориться, а избежать геморроя. Так они могли бы сказать, ну, мы что там, сидели, голосовали, туда-сюда. Тут они все инициаторы всякой фигни. И уже ничего не скажешь. И когда будут эту Яровую в суде допрашивать и спрашивать, а что это будет? Она скажет, да это не я, это не из правительства прислали, это мне там в ведомстве Володина написали. Я тут просто вот за это ей скажу, нет, подруга, ты инициатор, поэтому пойдешь паровозом. Сколько там лайков сегодня? Сейчас скажем. Тут пишут 6 тысяч. Да, 6 тысяч 51 лайк. Здорово, ну, это вот хорошо. Это дает возможность все время находиться в топах и увеличивать вот эти самые обороты. То есть сейчас мы гоним волну в интернете. Также на выборах поднимется волна в их СМИ. То есть там будут дебаты и на Первом канале, и на России 24, где они их там зарезервировали. Очень хорошо. Там начнется волна больше, потому что на телевизор меня не пускают. Как только я выйду, значит, огромное количество людей увидят в телевизоре и услышат совсем другие слова, не те, которые там обычно говорят. Значит, они заинтересуются подготовкой, придут сюда. И та волна погонит эту, и эта волна погонит ту, и все. А дальше уже все ясно, что будет. Для меня, например, уже давно все ясно. Даешь хэви метал с удовольствием. Хэви метал всегда. Форево. Хэви метал форево. Причем в политике. Мы им такой хэви метал сейчас дадим. Прям на выборах будет хэви метал. Ну так, в наших кругах это, конечно, рок-н-ролл называется. Но на самом деле это никакой не рок-н-ролл. Поверьте моему опыту. Это и есть хэви метал. Причем такой, что тяжелее, трудно придумать. Вот спрашивают очень много по поводу двойника Путина. Помните, как раз сегодня мы общались по поводу подмены Петра Первого. Ну так, просто в личной беседе за столом обсуждали. И вот спрашивают, что вы думаете по поводу, есть ли действительно двойники Путина, и не сыграет ли это какой-то роли для нас, что мы поймаем не того Путина в час икс, а именно тот окажется... Ну там какая разница, какого Путина мы поймаем, сколько мы не поймали. Вот на самом деле вообще не имеет значения. Вот так из мешка вынули, показали в телевизор, вот он. В трибунале он там дал показания, всех сдал. Какая разница, кто там сдаст всех в трибунале. В вообще не имеет никого значения. Мне говорят, вот не боишься, что тебя убьют и заменят двойником. Не боюсь. Вот где они? Ну двойника похожего на лицо можно найти. Я даже однажды видел в жизни, обалдел. Просто сам себя увидел. Недавно причем, так это зимой, я сам себя увидел из-за стекла. У меня было ощущение, как у Анны Ивановны, когда, помнишь, там описывается, ну правда это или не правда, когда пришел двойник ее, ну астральный двойник. Я думаю, ну все, привет. Я видел своего Австрали... Опять. С Австралией, ничего. Астрального двойника видел своего. А потом смотрю, нет, ну как-то он одет по-другому несколько и так далее. Ну вот, о чем я? О том, что двойника-то можно найти. Ну вот чтобы он каждый день полтора часа вещал перед вами, да, там и больше, чем полтора часа, ну наверняка, ну вы навряд ли такого второго, чтобы он был и такой же на лицо, да, и такой все, и вот чтобы-то так он мог работать полтора часа в день. Он может выполнять что-то другое. Нет, если у вас такое есть, вы нам напишите на почту, что мы придумаем, как его использовать. Конечно, используем, да. Мы договорились, я думаю. Потому что это было бы очень хорошо. Вот напишут уже Австральный двойник, да, Австральный. Так, что у нас еще? Вячеслав, как тебя проверить, если что? А на что меня надо проверять, я не понимаю. На наркотики, наверное. Если двойник, видимо, появится, имеете в виду. А-а-а. А мне вот интересно, вот появится двойник, например, завтра. Завтра выходит в эфир двойник Вячеслава Мальцева. И что он будет говорить? Вы знаете, я тут подумал, и революция-то, она нам не нужна. Путин-то молодец на самом деле, да. То есть, ну, наверное, люди скажут, что-то не то произошло. Да нет, ну, я говорю, для того, чтобы ему быть двойником, ему надо полтора часа вещать. Вот он сможет этот двойник. Если сможет, ну, как мне недавно один человек рассказывал, говорит, мы хотели сделать в своей партии такую передачу, как ты делаешь. И говорит, ну, очень быстро. Мы пришли к выводу, что не можем этого сделать, потому что нужно потратить там в день огромное количество времени на подготовку передач и делать это каждый день. И то есть, надо только этим заниматься, и все равно времени не хватает. Двойник, тройник и удлинитель. Не удлинитель, ну, это классика, да. Мальца второй состав, как ласковый май, да. Как ласковый мамай, да. Значит, ласковый май, я помню, я ехал в поезде, тогда 80-й год, когда только появился, и я утром проснулся в 7 утра. Т-т-т-т-т-т-т-тем, т-т-т-т-т-т-т-т-тем. Я попробовал выключить, а вывинтили выключатель, то есть выключить нельзя. Я достал ножик и просто пробил это. Воткнул нож в этот Динамик, он вырубился, но в других Купе играл Причем я не сразу сделал Я минут 20, потом что-то я просил Проводника, он отказался, сказал Что это невозможно сделать, но я выключил Ножом и лег спать дальше Приезжаю в Харламчику А он у нас тут такой Группы у него были Кроманьон, Эксгуматор Юмангас, не слышал, у них концерт Очень неплохой, Камни войны называется Очень неплохой У них хэви метал как раз И я Харламу говорю, слышь, я говорю Какие его ужас Какие-то юные негодяи, меня мучили Спать не давали Он говорит, я их знаю Мы их называем Ласковые мамай Ласковые мамай Очень смешно Так что вот я познакомился Так с ласковым мамаем То есть в принципе, если бы Если нас слушают какие-то Желтые журналисты Желтая пресса То завтра должны выйти заголовки Что Вячеслав Мальцев ударил Ножом ласковый май Ласковый май Зарезал Зарезал ласковый май Не, ну это было просто издевательство Представляешь, 7 утра в поезде Всю ночь мучился Не мог заснуть Ну потому что в поезде я трудно засыпаю И вот там что-то под утро Ток-ток смотрел А надо сказать Что мне к тому времени Было наверное лет 26 Или 27 Точно я не был подростком Не, меньше наверное Лет 25 так время у нас наверно концу давай давай мальца передай житомиру привет привет житомиру привет житомир зарезал и съел ласковый майда мальца кастанеду читал да я одно произведение кастанеда прочитал что-то меня не впечатлил там этот мужчина как его ой на это его как-то ладно вот светочная копия в мыслях ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на наш запасной канал на нашу страницу вконтакте участвуйте до вышнего влачку привет да и вот пишет нам что мальцев не понял почему путин не президент по статье 81.3 он не может занимать должность после 2008 года поэтому он совершил госпереворот поэтому нужен суд над путиным а не участие в выборах вопросов нет организовывайте статью который то там же написано два срока более двух сроков подряд подряд а он там сделал это но и это не имеет значения там без этого достаточно как бы оснований для импичмента путина прям вот хоть завтра хоть завтра если был большинство в думе хоть завтра основании на самом деле писать замучаешься да да и на самом деле вот всем тем кто пишет что мальц все делать неправильные ничего не понимает вопросов нет делайте правильные и все понимаете нет вопрос да мы восток поддерживать поддерживаться стройте на моему вот да это это сто процентов то есть когда он говорят что ничего не понимать я даже с вами спорить не буду нет человека который бы ясно видел будущее, вот абсолютно ясно, да, какие-то отрывки мы видим, может быть вы видите большую картину мира будущего, ради бога. Так, что у нас еще про выборы, мы что-то сказали? А вот еще интересно, пишут нам, что оппозиция из ФРГ ищет с нами контактов, и пишут электронную почту, мы приняли к сведению, да, напишем оппозиции из ФРГ. С удовольствием, почему не написать. Они нам денег, может быть, хотят дать, а то тогда у нас будет основание. Скорее попросить, оппозиция ФРГ хочет попросить у нас денег. Ну, там же сказали, что Госдеп выделил 10 миллиардов долларов. А, они решили, что надо? Они прочитали, скажут, во, надо сейчас попросить. Спасибо большое за то, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал основной, на наш запасной канал Безумная Грета. До свидания. До новой исторической эпохи осталось 498 дней и час небольшим. Спасибо. Ви ва ля революцион. До свидания. До свидания. Ви ва ля революцион. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.